Пилот ТВ От винта Строевой смотр В Москве прошла пятая выставка вертолетной индустрии «Хели Раша-2012» Глянец Вертолет К-62 дебютировал в виде макета Постепенное приближение «Белл-хеликоптер» расширяет присутствие в России Три винта и два мотора Необычный проект группы компаний «Румас» Крупнейшие события в мире вертолетной индустрии В Москве прошла международная выставка «Хели Раша-2012» Она стала уже пятой Более 200 участников из 18 стран мира Крупнейшие отечественные и зарубежные производители вертолетов Презентации новинок вертолетной техники Деловые переговоры и подписания контрактов Вот лишь часть программы «Хели Раша-2012» Обо всем по порядку в нашем выпуске Сертификация нового вертолета среднего класса Ми-38 Намечена на 2015 год Об этом на открытии выставки заявил гендиректор холдинга вертолета России Дмитрий Петров Уже построены два экземпляра этой новой отечественной машины Каковы перспективы российского рынка вертолетов? Какими темпами он развивается сейчас? Кто и с чем приходит на него из-за рубежа? Об этом в нашем первом материале Здесь почти нет случайных гостей Отовсюду слышится иностранная речь На пятую международную выставку приехали представители 50 зарубежных компаний Открывал «Хели Раша-2012» Теперь уже назначенный вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин Речь свою начал с благодарности всем, кто трудится на благо отечественной вертолетной индустрии В конце выступления о задаче лавиаторов Нам нужна техника еще более современной Нам нужны новые учебни вертолета Для которых мы будем готовить новых наших нас Нам нужны тяжелые вертолеты Нам нужна техника, которая будет справляться со всем спектром задач Связанных с обороной и безопасностью Такой огромной и очень разной страны, как Россия Нужда обороны страны – задача государственной важности Развитие отечественного рынка вертолетов, гражданской авиации – дело рук скорее иностранных компаний По состоянию на 2011 год было поставлено на российский рынок немногим менее 100 вертолетов Как зарубежного производства и 15 машин российского производства При этом, если говорить о вертолетах отечественного производства В большей степени это достаточно тяжелые машины по российской квалификации Это средние семейства Ми-8, Ми-17, а также Ка-32 Свои исследования аналитики авиапорта совместно с Ассоциацией вертолетной индустрии проводили только в коммерческом секторе рынка Несмотря на цифры, выводы экспертов достаточно радужные Рост есть, правда пока он не в пользу российских производителей Это стенд дилера американских вертолетов марки Робинсон Безоговорочных чемпионов рынка легких машин в нашей стране Количество Робинсонов в России уже исчисляется сотнями Американцы продолжают укреплять свои позиции Буквально позавчера вернулись с завода производителя И нас обрадовали следующими новостями Сказали, что наш российский сертификат типа будет быстрее, чем европейский и канадский Руководство завода заявило и заверило нас в том, что мы получим сертификат в июле текущего года Решить проблемы сертификации 66-го Робинсона в России значит увеличить объемы продаж Делить сегмент рынка газотурбинных вертолетов в нашей стране с отечественными дилерами американских машин готовы украинцы Сейчас они активно делают первые шаги В России планы в ближайшее время провести сертификацию летательного аппарата До конца года организовать сервисный центр И валидировать учебный центр, который зарегистрирован в Украине для подготовки пилотов, инженеров Эта компания уже 4 года занимается продажей вертолетов «Энстром» в Украине На «Хиллераше» приехали впервые Интересен российский рынок Но прежде необходимо пройти сертификацию Поэтому пока ищут партнеров в лице как коммерческих структур, так и государственных Кстати, об активном развитии вертолетного рынка авиации общего назначения Говорят и украинские эксперты Сокрушаются аналитики по поводу госсектора К сожалению, государственный сектор гражданской авиации развивается менее активно И здесь было бы очень хорошо, если бы правительство и той, и другой страны создали для этого предпосылки Я думаю, что это дало бы работу многим тысячам пилотов вертолетов, которые сегодня вынуждены летать за рубежами СНГ Сейчас российские производители твердо сохраняют свою позицию в сегменте машин классами 8 и 17 Одновременно отмечают избыток парка этих машин То есть поставка новых мишек сегодня незначительна По оценкам экспертов, конкуренцию в этой нише может составить только «Еврокоптер-225» Но пока это слишком туманная перспектива Что же касается машин более легкого класса То здесь, к сожалению, на сегодня безраздельно правят бал вертолеты иностранного производства Ни К-226, ни вертолеты «Ансад» казанского производства Пока, к сожалению, на внутреннем рынке не демонстрируют убедительной динамики Довольно неплохое будущее аналитики пророчат казанской версии вертолета «Ансад» С гидромеханической системой управления Он тоже был представлен на выставке В целом же вертолетный рынок в России набирает обороты Одна беда Отечественные производители легких винтокрылых машин занимают на нем слишком небольшой процент Чтобы говорить о динамичном развитии этой отрасли Но все может измениться в скором времени Я вот с сегодняшнего дня принял решение пойти в школу, стать пилотом вертолета И всем вам желаем делать то, что там Это своего рода надежда для авиаторов Если члены правительства начнут летать в качестве пилотов Возможно, вертолетное дело в стране пойдет быстрее Елена Монина, Владимир Кривко, Пилот ТВ Главной премьерой нынешней выставки «Хеллераша» Стал новый российский средний многоцелевой вертолет К-62 Долгая история этого проекта, начавшаяся еще в конце 80-х Кажется, получила шанс на успешное развитие Даже если не учитывать фактора специфического выставочного оптимизма Этот элегантный красавец на самом деле пока еще просто выставочный макет Строительство которого, говорят, стоило фирме Камов немалых денег Первый раз очень похожий макет вертолета с таким же названием Был представлен на московском авиасалоне МАКС-95 Но тогда он был белого цвета Впрочем, как утверждают представители ОАО Камов От прежнего проекта К-62 остался только цифровой индекс А сам вертолет проектировали едва ли не заново С учетом опыта создания близкого по схеме К-60 Программа создания машины вступила в активную стадию Первый летный экземпляр К-62 планируется представить на МАКСе в следующем году Сертификация машины намечена на 2014 год Соответственно, первые продажи коммерческие вертолеты тоже произойдут в этом году Поэтому наша задача сейчас выдержать план график программы И перейти к активным продажам То есть презентация этого макета ознаменует начало фазы активного продвижения вертолета на рынок То есть мы уверены в себе, уверены в своих сроках Уверены в потребительских качествах этой машины Соответственно, ну и готовы к борьбе А борьба предстоит серьезная Вертолет взлетной массой 6,5 тонн попадает в чрезвычайно конкурентный сектор рынка За который уже несколько лет борются ведущие мировые производители Но возможно именно в этом секторе российских вертолетостроителей ждет удача Потому что рынок более тяжелых вертолетов-восьмитонников еще сложнее Поскольку судьбу вертолетных проектов определяет прежде всего интерес госструктур К-62 имеет больший перспектив, чем многострадальный Ми-38 Нишу которого пока прочно занимает старая добрая восьмерка Пока отечественные производители вертолетов осваивают новые форматы бизнеса Их зарубежные коллеги делят рынок нашей страны словно свой собственный Один из активных игроков, американская компания Bell Helicopter, наращивает присутствие в России К очередной выставке Helly Russia компания Bell Helicopter подошла с довольно заметными успехами Порядка 25 вертолетов этой марки летают в России, в том числе и в регионах с суровым климатом Особые надежды компания возлагает на новейшей Bell 429 Но на выставке был представлен более знакомый российским вертолетчиком Однодвигательный Bell 407, уже успевший зарекомендовать себя надежной рабочей лошадкой Представители компании демонстрируют уверенность в безоблачном будущем вертолетов Bell в российском небе В дальнейшем мы собираемся продавать больше И здесь очень важный момент, что сейчас накоплен опыт эксплуатантов, которые эти вертолеты используют Именно в бизнесе, в каких-то коммерческих перевозках И самое главное, что они довольны Они это рассказывают другим, другие смотрят на их примеры и начинают также интересоваться этой продукцией Самое главное на рынке, самый главный секрет, продукт должен быть хорошим Тогда у вас будет какой-то результат Мы за свой продукт только рады До недавнего времени активность Bell Helicopter на российском рынке нельзя было назвать высокой Основные производства компаний были до предела загружены военными заказами В том числе амбициозной и дорогой программой конвертоплана ВИ-22 «Оспри» Гражданские заказы отрабатывал канадский филиал в Мирабелле Да и его продукция была ориентирована прежде всего на рынок Северной Америки Но в конце прошлого года ситуация резко изменилась Bell Helicopter открыла европейское представительство в Чехии Что свидетельствует о росте интереса к рынку Европы и СНГ И явном пересмотре стратегии бизнеса Раньше, опять же, традиционно все директора, менеджеры региональные Они находились в Америке, в Техасе и из Техаса занимались территориями европейскими Сейчас европейский директор находится в Праге, как я сказал И в подчинении этого европейского директора будет иметься пять региональных менеджеров на всю Европу Соответственно, менеджер, который будет обеспечивать развитие бизнеса в России и странах СНГ Находится в Москве с декабря прошлого года Успех вертолетов Bell в России надежно обеспечен неторопливостью российских производителей В деле создания достойного конкурента Но о настоящем прорыве можно будет говорить только тогда Когда Bell Helicopter выйдет на уровень сотрудничества с госструктурами и крупными нефтегазовыми компаниями Александр Швыткин, Владимир Кривко, Пилот ТВ Второй и притом весьма необычной премьерой «Хеллераша» Стали два аппарата, представленные российско-чешской группой компании «Румас» Ни один вертолет этого конструкторского коллектива в воздух пока не поднимался Но весь их облик свидетельствует о смелом полете творческой мысли Кутуристический дизайн легкого двухместного вертолета «Румас-10» Имеет много общего с экспериментальными разработками американской компании «Сикорский» Тот же двухвинтовой несущий ротор соосной схемы Тот же толкающий винт в хвосте фюзеляжа Теоретически такая схема может обеспечить максимальную скорость Как минимум на 100 км в час больше, чем у близких по классу обычных вертолетов А система реверса хвостового винта позволяет не только быстро разгоняться, но и эффективно тормозить Представители компании «Румас» утверждают, что на выставке представлены Предсобранные образцы, содержащие рабочие агрегаты Но, по правде говоря, они сильно смахивают на макеты Проверить гипотезу можно только практикой Примерно через полтора месяца мы выходим на стендовые испытания несущей системы Через 6-7 месяцев будет собрана машина для стендовых испытаний Назерных стендовых испытаний И в марте-апреле мы поднимем ее в воздух На следующей выставке «Хеллераша» будет летный образец, летающий Один из представленных аппаратов оснащен оборудованием для тушения пожаров в высотных зданиях В планах группы компании «Румас» разработка не только пожарного, но и беспилотного вертолета Вариантов с одним газотурбинным двигателем или двумя роторно-поршневыми двигателями «Ванкеля» В выставке «Хеллераша» 2012 участвовали не только большие вертолеты, но и их миниатюрные отпрыски, способные поднять воздух, разве что видеокамеру Впрочем, задачи беспилотников не всегда сводятся к подглядыванию и подслушиванию Сегодня в нашей постоянной рубрике «Без комментариев» мы покажем еще один немаловажный вид деятельности, имеющий в нашей стране большое будущее Смотрите и удивляйтесь В жизни давно я понял, кроется гибель, где в пиве никто не тонет Тонут всегда в воде реки, моря, проливы, сколько от них вреда Губит людей не пиво, губит людей вода Губит людей не пиво, губит людей вода Осталось лишь научить квадрокоптер летать в ближайший магазин И проблема недоброго утра будет решена навсегда А на сегодня это все Летайте с нами на нашем сайте pilot.tv.ru И не забывайте ставить «мне нравится», чтобы поддержать наш проект на фейсбуке С вами был Александр Швыдкин Встречного вам на взлете и попутного в полете Губит людей не пиво, губит людей вода Губит людей не пиво, губит людей вода Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой Пиво всего однажды взял и развел водой И улыбнувшись криво, крикнул он в день суда Эх, купит людей не пиво!